8 сентября губернатор Тверской области побывал с рабочим визитом в Конаковском районе. Глава региона посетил ряд компаний пищевой промышленности и ознакомился с производственными процессами. А также побывал в Новозавидовской средней школе номер 2, где провели капитальный ремонт. Подробности у нашего корреспондента Натальи Чекет. В деревне Ручьи Конаковского района на специализированной ферме выращивают молодняк молочных пород, который является объектом агропромкомплектации. Площадку для разведения крупного рогатого скота построили за три месяца. В эксплуатацию её ввели в августе текущего года. Здесь телята рождаются, живут, а потом их отправляют в животноводческие хозяйства по всей стране. Здесь около 850 будет стоять готовых будущих коров, племенных, которые будут давать племяное поголовье и будем продавать в регионы России. Другим объектом компании, который посетил губернатор, стал Дмитрогорский молочный завод. На предприятии выпускается около 140 наименований продукции. Молоко, кефир, сметана, масло, ряженка, творог и йогурты. К слову, завод запустили в 2016 году, а сейчас планируется его реконструкция. В следующем году доведём объём производства молока до 500 тонн в сутки. И следующий шаг, с Игорем Михайловичем, с губернатором переговорили, будет реконструкция вот этого предприятия, которое будет всё это молоко перерабатывать. Все производственные экономические показатели, которые демонстрирует компания, являются эталонными для российской молочной отрасли и мясной. Главным ключевым показателем является устойчивость экономического развития и мотивация сотрудников персонала предприятия. В рамках рабочей поездки губернатор посетил Конаковский хлебзавод. Производственная площадка вошла в состав Волжского пекаря в ноябре 2015 года. И за шесть лет в производство инвестировано 400 миллионов рублей. Приобретено оборудование, построено и запущено в эксплуатацию новая газовая котельная. Модернизированы производственные и складские помещения. Мы приняли решение по поддержке хлебопёков в знак благодарности за то, что они сдерживают цены на социальные продукты питания. И несмотря на то, что растёт стоимость входящих ресурсов для производства хлеба, сегодня они молодцы, они удерживают стабильно цены. Поэтому наша задача их поддержать, чтобы они были конкурентоспособны на рынке. В этот же день Игорь Руденя ознакомился с производством компании «Молоко». Конаковский сырзавод «Верещагин». Обсуждались вопросы развития предприятия, строительства новой котельной, создания музея. В завершении визита в Конаковский район губернатор посетил Новозавидовскую среднюю школу номер 2. В учреждении обучается 305 детей, из них 54 первоклассника. В прошлом году за счёт средств федерального, областного и муниципального бюджетов проведён капитальный ремонт здания. А в этом году благоустроена пришкольная территория. Нам школу отремонтировали в три этапа. Первый был этап у нас в 18-м году, нам сделали кровлю основного здания. В 19-м году нам сделали дренажную систему и молнию защиту. В 20-м году мы вышли с большим проектом, и нам отремонтировали всё полностью здание школы. От старого здания у нас осталось столько плитоперекрытий и стены. Во время визита главе региона обратилась учитель географии, председатель школьного профсоюза Оксана Захарова. Она поблагодарила губернатора за принятое решение о выплатах к началу учебного года для педагогов. И поинтересовалась, могут ли рассчитывать на данную меру поддержки руководители образовательных учреждений. Информация верна ли у меня, что эта выплата не касается замдиректора, директора, что она только распространяется на педагогический состав. При подготовке было принято решение, чтобы и директор школы, и его заместители получали также какую-то выплату по 10 тысяч рублей. Вместе с главой региона в Конаковском районе побывала руководитель регионального центра добровольчества «Мы вместе» Юлия Саранова, которая рассказала о своих впечатлениях после посещения предприятий и школы. Руководители предприятий, руководитель школы, коллектив этих учреждений и предприятий. Видно, что люди горят своим делом, что им хочется созидать, хочется улучшать и работать, создавать. Конечно же, рядом с такими людьми заряжаешься этим настроением. Я очень рада сегодня была с ними встретиться. Кстати, сейчас региональные власти уделяют большое внимание школьному и дошкольному образованию детей. Так, с 2018 года в Тверской области отремонтировано 455 школ и детских садов. В следующем году работы будут продолжены, в том числе при федеральной поддержке.